Ну почему же мы наконец не решим, не попробуем ответить на эти вопросы убедительно? Потому что как в советские времена ко мне один бандит пришел и говорит, я тебе 10 тысяч долларов дам, если ты мне ответишь на вопрос, есть ли Бог? Потому что я по всем ходил, по пам, экстрасенсам, они мне там к тебе завернули, они там, вот тут только пальчиком в книжку тыкать меня там, вот это не надо. Вот так по-пацански мне конкретно. Я говорю, слушай, дорогой, а зачем тебе это нужно? Он говорит, слушай, а вот если он есть, ну прикинь, а ну что-то надо как-то по-другому? Ну с одной стороны это смешно, а с другой нет. Если мы знаем, что все было не так, или вот чем это закончилось, или вот какая миссия у человечества или у расы, то тогда надо же как-то что-то по-другому. И это очень важно. Ну теперь скажите, много из тех, кто считает себя избранными, избранными, ну вы знаете, кого избранные, это вот все вот награбившие миллиарды и так далее, и тому подобное. Они считают, что награбив, обманув людей, подло, они стали избранными, и они продвинулись вперед. Разочарую их тоже. Они наоборот ушли как можно ниже, даже с той точки, где они были. И не то, что, так сказать, без телесной формы существовать они не могут. Они даже после того, как свою телесную оболочку полу теряют, ну в реальной жизни все умирают рано или поздно, то навряд ли они смогут опять даже в человека воплотиться. Только, конечно, кто-то скажет, вот в собаку воплощается и так далее, или в травинку, как индусы. Но индусы, как всегда, слышали звон, да не знают, где он. Продолжение следует...